Здравствуйте, уважаемые зрители Делового Славянска! Ассоциация предпринимателей Делового Славянска проводит очередную встречу в нашей популярной рубрике «Кофе в ярмарке». Сегодня, в преддверии 8 марта, мы встречаемся с интересным, но очень известным в городе человеком Евгенией Алфимовой. Поскольку мы с вами встречаемся на такой предпраздничный день, я хотел бы от имени нашего издания «Деловой Славянск», от предпринимателей ассоциации предпринимателей Делового Славянска, сделать вам небольшой такой подарочек. Это вам, от всех нас. Спасибо, очень приятно. Всего самого хорошего мы вам желаем в этом отношении. Ну, давайте сейчас поговорим о том... Спасибо большое. Я тоже от всех женщин города Славянска благодарю вас. Это так приятно для любой женщины получать цветы. Хорошо. Спасибо большое. Ну, как вы знаете, Деловой Славянска всегда поддерживает хорошие, добрые, полезные инициативы. Мы знаем и видели о том, что ваши инициативы очень полезны для города. Я хотел бы вот поинтересоваться, какая, по-вашему, самая интересная и самая удачная инициатива у вас получилась? Ну, я думаю, самая полезная и удачная получилась инициатива. Это проведение уже четвертый год. Он уже традиционно стал праздник Веснянка. И именно не Масленица, а именно Веснянка. А в чем разница? Ну, получается, как бы в традициях Украины я для себя тоже очень много узнаю нового. Потому что вот так получилось, что моя мама белорусская, мой папа русский. А я родилась, то есть мой корешочек уже рождение был здесь, в Славянске. И уже как вот посаженное дерево, да, уже у меня есть дочь. Я надеюсь, что у меня будут здесь внуки. И я тоже хочу узнать традиции этой земли, на которой я родилась. И оказывается, что в традициях этой земли именно проводились Веснянки. То есть пелись песни Веснянки, которые призывали весну и провожали зиму. И в традициях этой земли, ну, как бы, пеклись даже больше не блины, а вареники. И вот мы тоже започуткували такое вот начало в наших праздниках, что в этом году мы наделали разных вареников с разными... Начинками. Начинками, да. И я думаю, что в следующем году мы вообще сделаем такой или как фестиваль, или как мастер-класс, что каждая хозяйка может поделиться своим рецептом. И эти же вареники можно прям делать в сквере. И мы варили на костре, и это было, мне кажется, это самое такое... И уже 4 года подряд, да? 4 года подряд, да, это проводится. Это уже просто как традиция нашего сквера. И мы хотим, чтобы эта традиция, она, понятно, что не так быстро зарождается. Ну, да, да, конечно, она должна устояться, люди должны к ней привыкнуть, конечно. То есть это семечко должно быть посажено, поливаться, поливаться, чтобы оно росло. Но я думаю, что оно прорастет в очень такой традиционный праздник нашего города в сквере Мрия. Да, насколько я знаю, вот по откликам очень хорошо, когда люди собираются, общаются, там, обмениваются, узнают вот такие полезные вещи, там, о традициях, о других обрядах нашего края. И в связи с этим парк мечты, это как одна из ваших инициатив, что вам удалось, вот, если так посмотреть, сделать за последний год? Или, может быть, какие-то планы, если поделитесь с нами? Да, конечно. Парк мечты, это не только инициатива, это вообще, это мой ребенок. Который, ну, он родился, и теперь его нужно научить ходить и говорить, поставить на ноги. То есть я не могу сказать, что это легко, но это как любая мама, да, и ребенка, и папа, нужно его воспитать. Вот и мы тоже, который год уже воспитываем своего ребенка. В прошлом году у нас, ну, можно было сказать, что первый раз международные доноры обратили на нас внимание, так как за три года мы уже сделали все формальности, которые должен был пройти сквер в документальном отношении. То есть оформлении, да. Да, то есть эта система очень медленно это все, конечно, делает. То есть вот три года мы шли. Первое, это было то, что это сквер нужно было, да, потом второе название этому скверу, третье... Кадастровый номер. Кадастровый номер, это потом, да, потом был разработан план, то есть это тоже, это тоже все стоит такие большие деньги, то есть план на бумаге есть. И только в том году, в прошлом году, наконец-то был землеотвод, то есть вот только присвоили уже, что это кадарский военный мираж, это именно сквер Мрия, то есть и землю уже отвели под этот сквер Мрия. И тогда только, когда мы имеем вот это все, сейчас вот подали на сессии, в этом году уже сделали, выделили деньги 300 тысяч на проектно-смертную документацию. Это как бы самый окончательный уже момент по всем документам. Вот когда будет уже проектно-смертная документация, тогда можно легко подаваться в разные фонды международных доноров, которые бы могли помогать нам быстрее реализовывать эту инициативу. Но пока делались эти документы, насколько могли мы своими силами... Своими силами, я знаю, там это участники, это просто простые граждане города. Да, это просто обычные люди, предприниматели этого города, люди даже, гости нашего города. Даже так. Да, гости нашего города, просто друзья с разных стран, нужно сказать. Каждый внес что-то свое маленькое. Каждый, каждый вот внес, и потому происходило, как происходило. Я думаю, неплохо. Да, да, конечно, судя по тому, как мы видим, это развитие и есть абсолютно. Может быть, не так, как хотелось бы нам быстрее, когда люди не видели то, что было раньше. Для них, ну, ой, тут еще столько работы, тут столько всего еще не сделано. Но когда мы знаем, что было, что есть сейчас, то понимаем, что работы вложено очень много. Да, и можно сравнивать. И можно сравнивать, да. В прошлом году мы, получается, построили поле для игры в теннис. Поставили один стол. Это огромное спасибо прошлой вашей гостье, Численко Виолетта. Она наша спонсор, которая каждый год поддерживает наши инициативы. Хорошо, это добро верить. Традиция прекрасная. Да, она каждый год поддерживает наши инициативы, как и директор «Строймаша» Флерко. Он тоже нам каждый год чем-то помогает. То есть это тоже уже традиция. И есть люди, которые, ну, просят не называть свои имена, но это бизнесмены нашего города, которые не хотят афишировать себя. Но они являются спонсорами. И даже удивительно, когда, если я что-то у них там не прошу долгое время, они сами звонят и говорят, что ты уже ничего не просишь. Я говорю, просто нет еще инициативы. Ну, когда будет уже конкретно, что на что-то надо, тогда я попрошу. Да. Ну, парк мечты, значит, там какие-то мечты, каждый раз они возникают, да, и потом каждый раз их реализуются, да, получается, так? Да, только благодаря мечте мы двигаемся. А, и в прошлом году, получается, нам подарили плитку «Зельский рамик». И мы, получается, реализовали свою мечту для того, чтобы люди могли по-чистому пройтись от остановки. Дорожки там, да, какие-то? Дорожка, да, полностью. От центральной улицы до Добровольского мы, получается, построили эту дорожку, чтобы люди не по грязи, а по, ну, цивилизованно могли пройти через сквер. Конечно, много чего удивительно, но мне иногда кажется, что мне в 21 веке, вот именно Славянск, а застрял в каком-то вообще, я не знаю, в каком веке. Уже такое впечатление существует? Ну, у меня существует, потому что вот реально в других городах я много путешествую. Ну, для них это нормально, построение сквера, там, зону отдыха вокруг домов. И это постоянно, я просто вижу, как у них постоянно каждый год меняется. У нас это очень тяжело происходит, но сдвиг есть, это самое главное, происходит. Это хорошо. Да, главное, что есть. Ну, давайте теперь о будущем, я смотрю, вы принесли сюда интересные такие чертежи. Расскажите, пожалуйста, об этом, о картинках таких. Это наша изюминка нашего сквера, которая родилась еще в том году. Это инклюзивная детская площадка. Инклюзия, это обозначает слово, все почему-то думают, инклюзия, что это только для детей инвалидов. Нет, инклюзия, это обозначает, когда мы все вместе. Ну, то есть и подростки, и дети, и дети с ограниченными возможностями, то есть и дети там... Для всех, да, это детская площадка для всех. И мы хотим, чтобы... Это первая такая детская площадка, которой аналогов в Славянске нет. То есть где могут свободно играть дети с ограниченными возможностями, дети разных возрастов. Она большая по территории. В том году, в конце уже года, USID, она как бы поддержала нашу эту инициативу. И уже даже выделили деньги, там, миллион двести на эту детскую площадку с покрытием, со всеми детскими. Но так как они не успевали до конца года реализовать через вот эти все Прозоро, там, ну... Понимаю, естественно, конечно, процедуры закопочные. Да, процедуры, и потому они как бы не поддержали эту. Но мы верим, что она в этом году обязательно как-то прорастет. Мы верим, что она будет, эта детская площадка. Это будет самое красивое место в нашем городе. Пускай-то я там хвастаюсь, может быть, но я так очень хочу. Да, это замечательно. Если хорошее желание, давайте посмотрим. Так, я вижу здесь и домики такие. Это большая территория, да, это зеленая. Как вы видите, будет покрытие, да, такое здесь. Покрытие, да, специальное покрытие. Нет, конечно, для детей это будет замечательно и здорово с елочками, с зелеными насаждениями, в зеленом пространстве. То есть вокруг много зелени, птички. Ну, в общем, это наша вот мечта, которая... Хорошая мечта. Еще что-то есть, вы можете показать? Да, конечно, еще у нас есть... После детской площадки мы мечтаем, чтобы была сцена. То есть мы проводим очень много разных инициатив. Вот она, сцена, да? Да, и мы бы хотели, что, например, захотели провести какой-то фестиваль, не нужно тратить очень много сил для того, чтобы придумать, из чего сделать сцену. Особенно у нас в команде все женщины, и для нас вот эти вот как бы все тяжелые работы, чтобы сделать эту сцену, нас выматывает. То есть мы бы могли эту энергию куда-то пустить в другое место, но нам нужно пока вот завозить палеты, привозить... Да, естественно, вам нужна, конечно, стационарная такая... Нам нужна стационарная сцена, чтобы мы могли больше инициатив проводить в сквере. И больше возможностей для других там... Да, и больше привлекать людей для того, чтобы они привыкли, что можно отдыхать все вместе, там, в субботу. Вышли и устроили там какой-то праздник, там, песни или просто пообщаться. Да, или танцевальный фестиваль. Или танцевальный фестиваль, то есть можно проводить инициативу каждую неделю. И каждый человек может прийти в этот сквер, не только мы там, которые строим там сейчас этот сквер, но каждый человек может поделиться своим каким-то талантом, да? Ну, ты играешь хорошо, приходи и выступай на нашей... Ну, не на общей сцене, не на нашей, да. В общей сцене, хорошо. Ну, в вашем сквере, в вашем парке, да? Вот сейчас действительно или сквер, или парк, ну, в любом случае, очень хорошая инициатива. И мы желаем вам так, чтобы она развивалась и дальше. Ну, и по-своему будем помогать вам, потому что как информационно вас поддержим. Можно я тоже вас поблагодарю? Пользуюсь случаем. Я хочу поблагодарить деловой славянск. Это те люди, которые работают в вашей организации, которые поддерживают нас информационно и материально. Вот, я тоже хочу пожелать вам процветания, всех благ, здоровья. Спасибо, что вы есть. Спасибо вам. Давайте дальше немного поговорим. Поговорим о городе как таковом. Вот, какие вызовы, по-вашему, стоят перед славянском? Или знаете ли вы способы их решить? Вот, так вот, с точки зрения инициативного человека, вот, жителя Славянска. Вызовы, низкий уровень сознания у людей. Вот это самый-самый-самый вызов. Это нужно менять, то есть, кто имеет. Да, только вот это может поднять страну. Низкий уровень культуры. Всё. Вы, наверное, это всё очень хорошо почувствовали, там, скажем, на вашем сквере, да, там, потому что, возможно, там… Всё начинается с нас, вообще, вот, всё начинается с человека. Просто вот каждый должен спросить себя, что я могу сделать для того, чтобы было лучше. И всё. Как только ты задал себе этот вопрос, ты просто идёшь и что-то делаешь вокруг себя. Ну, то есть, тебя возмущает мусор, пойди пособирай этот мусор, чтобы у тебя не возникало больше этого вопроса. И, ну, это всё очень просто. Просто начать с себя. Тебя там, ну, раздражает, что мусор не сортируют? Начни сортировать, начни с себя. Слушай, наверное. Всё начинается с себя. И, ну, то, что сейчас происходит, ну, просто люди, ну, достойны того, что происходит. То есть, это так они видят сейчас этот город. Ну, то есть, нужно взять ответственность за свою жизнь, за жизнь своего города, за… Ну, то есть, ну, невозможно не брать ответственности, потому что не только твой дом, где ты живёшь, в твоей квартире. Это тоже твой дом. Да, то есть, это зона комфорта, да, там, которая заканчивается буквально. Да, просто расширяйся. Это тоже твой дом. Это город, твой дом. Как бы ты хотел жить? Почему произошла моя инициатива? Потому что я просто выросла со своего дома. Я посмотрела, дома у меня уже всё красиво, я уже всё посадила, у меня уже всё есть. Я такой думаю, ну, что я могу ещё сделать? Вот, я могу сделать вот это. И идёшь, и делаешь. Сейчас время действий. Просто не разговоров, а действий. Просто пойди и что-то сделай. А Бог нам дал такой огромный потенциал. То есть, человеку такой огромный потенциал. Нужно верить в себя, в свои силы. И просто идти и делать, и всё получится. Замечательно, спасибо. Ну, и такой вопрос. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям, жителям города Славянска? Да. Это вот сюда можно обратиться вот так. Дорогие жители Славянска, хочу вам сказать, что вы родились для того... Главная цель вашей жизни – это быть счастливыми. А чтобы быть счастливыми, вы должны стать самим главным героем своей жизни, режиссёром своей жизни. То есть, тем человеком, который должен создать такую жизнь, которую вы хотите. Никто вам ничего в этой жизни не должен, поверьте. Просто возьмите ответственность за свою жизнь. И всё у вас получится. Верьте в себя, верьте в свои силы, верьте в свою мечту. Мечтайте, потому что всё в этой жизни когда-то было мечтой. Здоровья вам и всех благ. Спасибо вам большое, Евгения. Спасибо вам. На то, что были у нас в нашей популярной рубрике «Кофе в ярмарочном». Сегодня действительно, в этот предпраздничный день. Я думаю, вы внушили нашим зрителям какую-то долю оптимизма, какую-то долю интересной энергии, чтобы смотреть уверенно в будущее. Спасибо вам. И у вас всё получится, и у всех получится, наших зрителей. А пока я хотел бы сказать до свидания. Мы благодарим наших партнёров, торговый центр «Ярмарочный». Мы благодарим наших партнёров «Кампучини» и «Бейкери». До новых встреч. До свидания.